Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете с профессиональной точки зрения развитие событий? Чего ждать? На что обратить внимание? Что ускользает от точки зрения людей, которые неглубоко погружены в тему? Значит, если так характеризовать в целом, то операция развивается очень успешно. По замыслу и реализации эта операция входит, наверное, в лучшие операции подобного рода мира, когда-либо проводимые, и она будет предметом изучения во многих академиях мира всей планеты. Это совершенно четко. Для иллюстрации хочу показать, что в 2003 году Соединенные Штаты Америки проводили подобную операцию против Ирака, незапрошимая свобода. Иракская армия по численности была такая же примерно, как украинская, 370 тысяч человек, только лишь после 12 лет санкций она была сильно ослаблена. Так вот, американцы, те задачи, которые мы решили вот сейчас за 6 дней, они решали 2 недели. И это в условиях пустынной местности, в условиях двукратного превосходства численности своей группировки и авиации в сравнении с тем, что именит Российская Федерация. Это просто так и для иллюстрации. А всего эта операция «Респешимая свобода» заняла по продолжительности полтора месяца. Поэтому за 6 дней мы сделали столько, сколько западные страны сделать не могли даже за, вот говорю, за 2 с лишним недели. Значит, это вызвало шок у них, безусловно. Вот сейчас вот я имею данные из соответствующих источников, это у них шок вызвало. Состояние дел на сегодня. Значит, вооруженные силы Украины, как организованная структура своей существования, прекратили еще на 2-3 день военной операции. Сопротивление оказывают отдельно взятые группировки без единого замысла и плана. Наиболее мощная группировка, включающая себя несколько десятков, в общем, более полутора десятков бригад, общей численностью там 150 тысяч человек, находилась возле Донбасса и Луганска. Ну, для сравнения, чтобы было просто понятно, что армия Павлеса, 6-я армия Павлеса, значит, вот 330 тысяч человек. То есть это одного порядка величины. Поэтому армия Павлеса, мы громили ее 3 месяца тогда. Вот сейчас мы решили этот вопрос расчленения этой группировки вот в течение там нескольких дней. Причем обращаю внимание, что сейчас эта группировка уже расчленена. Значит, и Донецкие, и Луганские народные корпуса уже вышли на оперативный простор, то есть эта группировка расчленена. Сейчас без вопроса ее ликвидации, либо путем физического уничтожения ударами реактивных систем, залпового огня и тяжелых огнеметных систем, либо путем сдачи. Что касается основной территории, я начинаю четко понимать, что там какого-либо организованного сопротивления нет. Имеют место боевые действия диверсионно-разведывательных групп, отдельных частей и подразделений нацистов и ВСУ. Вот, но какого-либо сопротивления, продвижения наших войск нет. Тактика наших войск выбрана такая, которая была продвижена в Сирии. Города не берем, мы их окружаем. Вот там, где есть сопротивление, там, где нет сопротивления, их, конечно же, берут под контроль. Вот, и поставляем в лазейку путь, чтобы оттуда могли выйти эти боевики. Ну, к счастью, ВСУ и нацистов. Вот это, как было пробегано в Сирии, и мирного населения. Причина проста. Наша армия решает эти боевые задачи с оборой на три основных принципа. Не допустить потерь, или как минимум, или как, по крайней мере, потери своего личного состава. Не допустить или минимизировать потери мирного населения. И не допустить или минимизировать разрушение гражданской инфраструктуры. Константин Валентинович, ну, вы как человек очень опытный, ну, как некая капитан первого ранга, академик, доктор наук, вы прекрасно знаете военное дело. Вот сейчас идет страшная информационная война, и украинская сторона вовсю начинает кричать о том, что страшные потери у российской армии, что в российской армии воюют неподготовленные срочники, которых обманули, забросили, что в российской армии закончилось питание и боеприпасы. Насколько это, хотя бы в какой-то степени, может соответствовать действительности? Это абсолютно не соответствует действительности. Хотя бы просто потому, что, например, в госпитале Бургенко, вот сейчас достоверные данные, недавно вчера еще получил, ничего, ни одного раненого не доставили. Нет раненых и в госпиталях в Ростовской области. Далее, резервы, которые имеются, они еще не вводились в действие, они стоят. Более того, даже пополнение соединений частей действующей армии пока еще не осуществляется, они в этом не нуждаются. Потери носят санитарный характер, держатся на уровне санитарных. Да, вот имелось... А что значит санитарный характер? Ну, это означает, что потери лежат в пределах, значит, где-то там порядка одной десятой, менее одной десятой процента. Вот такой потери. То есть это что? Ну, санитарные потери это что? Человек сделал ошибку, поступил неосторожно, на него наехал грузовик там. Или на него что-нибудь упало. Вот такого рода, заболел он чем-то. Вот такого рода санитарные потери. У нас одна была серьезная потеря, это, значит, была разгромлена колонна диверсионно-разведательной группы пилового технического обеспечения. А ее картину эту выложили они. Вот. И все, больше ничего такого не было. Просто не было обеспечено прикрытие этой колонны. Небольшая, кстати, колонна. То есть больше таких ошибок не повторяли? Нет. Более того, конечно же, я хочу сказать, что за пять дней наступления, причем темпом сумасшедшим, более около ста километров в сутки, там уже, ну, вы ушли-то почти на четыреста километров с лишним под границ. Вот. Личному составу нужно просто отдыхать. По той простой причине, чтобы просто сидеть в танке, гнать на такой скорости свою боевую машину, вступать периодически в бои, это очень тяжело чисто физически. Сегодня ночью... Топливо и боеприпасы тоже надо подкидывать. Поэтому надо, ты вы отстали, естественно. Поэтому надо подтянуть твои вот эти вот моменты, они всегда есть, они никуда не деться. Это имеет, например, результатом определенное замедление наступления. Но это плановые вещи. Это естественные плановые вещи. То есть все идет по плану и потери даже и близко. Потому что я вот сейчас смотрю, украинцы пишут 10 тысяч. Ну, они даже не понимают, если 10 тысяч потери, то сколько же тысяч сотен должно быть раненых? Ну, там в голове это даже... Ну, один к трем. То есть где-то до убитого трое раненых. То есть 10 тысяч потерь, 30 тысяч раненых. Сейчас все госпитаря должны быть забиты под завязку. И санитарный транспорт должен просто идти, идти и идти. Когда мы увидим ваших коллег? Когда мы увидим уже российский флот? И когда мы увидим знаменитую морскую пехоту в действии? Ну, первое, морская пехота в действии уже сработала на острове Знины. Там был американский центр разведки. Мы его, значит, взяли. Вот. Флот сработал. Украинский флот уже не существует. Ну, какой там был флот? 16 катеров пытались атаковать нашу группу кораблей. Они были 6 катеров уничтожены. Остальные ретировались на нанесении малейшей потери наших кораблям. Украинцы еще сами затопили свой флагман, да? Гетман Сагайдачин? Да, Гетман Сагайдачин. Ну, это сторожевой проект корабля 1135-го проекта. Пограничник, который должен был, предназначен был для погранвойской СССР. Вот. Они его взяли. Он никак противоволочный корабль никакой, никакой ударный тоже никакой. Ну, вот. Большой корабль единственный в украинском флоте. Поэтому они его затопили в свой вор. Для нас это никакой ценности он не представляет вообще. Так что, вот такая ситуация. На мой взгляд, вот, пару дней еще и мы выйдем на границы, западные границы Украины. Цель очень простая. Сейчас занять всю территорию Украины, вот, площадь, выйти на западные границы, вышибить отсюда всю эту хунту чего-то, вот. Вот. А потом зачистку сделать. Зачистку этих городов, ну, уже эта задача будет не столько армии, сколько полиции и местной украинской. Ну, я думаю, что это скорее даже будет, учитывая наш подход, позиции переговорщиков. Потому что мы же стремимся минимизировать потери. Да, да, да. Как это было, еще раз, я повторюсь. Да, сирийский опыт. Да, посадили их на автобусе, езжали эти ребята своей дорогой, как можно дальше. Константин Валентинович, страны НАТО вроде сначала сказали, что готовы дать свои самолеты из бывших советских. Но теперь, как я понимаю, осознали, что, де-факто, это будет вмешательство. Значит, это фейк. Это фейк. Украинская армия имеет 72-й центр психологической, имела уже 72-й центр психологической операции. Этот центр уничтожен вчера, и это был фейк этого центра. В первую очередь, взбинтовалась за Польша. Она заорала, что не собирается вступать в войну с Россией, потому что признать, принять на свою территорию украинской авиации, если позволить ей со своей территорией воевать, это означает вступить в войну с Россией. Польша сказала, не-не-не, ну и в этом деле не часто. Ну, а потом от других стран, они же называли там Болгарию, Румынию, Чехию, по-моему, Чехию, да, Словакию, что не дадут эти самолеты. Болгары заорали, нет, мы ничего не даем, а нам самих самолетов не хватает. Ну, и Чехия, Словакия, и Чехия с румынами тоже присоединились, и Словакия с румынами тоже присоединились. Так что это был фейк, это был фейк. И таких фейков много. Часто, про эти 10 тысяч. Так что все это... Куда делись знаменитые байрактары, на которые так уповали украинцы? Ну, я еще постоянно всем рассказывал, все эти байрактары раздуты очень сильно. Вот. И даже в войне на Горном Карабахе, там тоже их роль очень сильно раздута, она совершенно не соответствовала их реальной эффективности. Более того, я хочу напомнить, что там, к исходу первых двух недель войны, беспилотники, в том числе и байрактары, перестали вязать, потому что их просто уничтожили. А здесь их уничтожили сразу, при взлоте. Их там нету. Их сразу уничтожали при взлоте. Все байрактары сейчас уже давно уничтожены. Они вообще никакой роли здесь не сыграли. То есть для такого типа общевойсковых операций это не играет принципиальной роли. А что можно сказать, как себя проявили в реальном бою дживелины, стингеры, энлау? На них тоже ведь украинцы возлагали колоссальные надежды. Они проявили себя очень здорово. Сейчас они все изучаются в наших институтах. Потому что все не захвачены или уничтожены. В бой не вступали теперь. То, что создали территориальную оборону, уже привело к трагическим последствиям. Потому что вот вчера появилось видео, как эти несчастные люди, которые взяли в руки оружие в результате пропаганды, попытались оказать противодействие нашей колонии. И, конечно, были уничтожены. То есть насколько серьезной силой являются вот эти люди, взявшие в руки оружие вчера? Да ничего вообще. Я вам могу сказать, вот, кстати, вот это свидетельство полной, так сказать, военно-организационной несостоятельности вообще всей этой украинской, украинско-натовской системы подготовки кадров. Вот, вы представляете, просто людям раздали автоматы, бутылку зажигательной снеги, идите где хотите и воюйте. Ну, это абсолютная дикость. Даже за два месяца до крушения третьего рейха, когда они создавали систему Вервольфа, вот этот Вервольф, то есть тот же самый аналог, это одна территориальная оборона, им, помимо оружия... То есть это фолькштурм, как-то они назывались, да, что-то такое? Да, вот Вервольф. Они создавали вот эти вот отряды, у каждого был офицер во главе, боевой, прошедший опыт войны. Вот. Ну, как правило, выведенные из частей сил поранения, то он был без рук там, или еще чего-нибудь, без руки вернее. Вот они, такие офицеры, возлагали эти отряды Вервольфа. Они были четко определены по отрядам, четко у них была агенционная структура. Им выдавались вот эти бои, оружие под конкретные задачи. А здесь ничего, даже близко. Вот у нас народное ополчение, мы дивизии формировали в 41-м Москве, народное ополчение. Вот. А это, это просто раскидали оружие, и что хотите, то делайте. Это вообще ничего. Это, кстати, свидетельство царящей неразберихи и неспособности вообще чем-либо управлять. То есть то, что я сказал в самом начале, украинская армия, как организованная сила, уже не существует давно. И вот эти вот раздачи оружия как раз подтверждением является именно этого положения. То есть это всего лишь плодит количество несчастных, обманутых украинцев, которые могут погибнуть. Ну и, конечно, те, которые... Это плодит большое количество бандитов. А это да. Которые будут потом убивать мирных граждан. И плодит проблемы для новой Украины. Потому что потом это 25 тысяч стволов надо откуда-то изымать. Находить, изымать. Все эти стволы еще будут говорить не один год. Но при этом надо отметить, что, конечно, это не Крым. То есть это нелегкая прогулка. То есть мозги промывали 8 лет серьезно. При этом напомню, что наши каналы там не работали, а украинская пропаганда вовсю. И становится ясно, что если бы мы не предприняли эту необходимую операцию сейчас, через полтора-два года, мы бы столкнулись уже совсем с другой армией, да еще и с возможным ядерным оружием. Значит, ядерное оружие у них не было возможности сделать классическое. Вот, и не смогли бы сделать. А вот грязное ядерное оружие не могли сделать. У них достаточное количество радиоактивных отходов. Поэтому эти радиоактивные отходы не смогли начинить боеголовки и запустить. А это куда страшнее, чем обычная ядерная бомба, потому что ядерная бомба срабатывает, создаёт локальное радиационное выражение, которое быстро расходит. Утрачивает актуальность. И всё. Потом можно там работать. Вот Хиросима, нога, кстати, дремя, там. А здесь сейчас имела место грязная бомба. Это радиоактивные отходы, которые очень долго действуют. Вот Чернобыль. Зона отчуждения до сих пор очень опасное место. И речь идет уже, как вы помните, уже почти о 40-летии, со времён, когда это произошло. Конечно. Ну, не 40-летие, но 35-летие. Поэтому вот это оружие должно было быть пресечено. Да, оно было бы сильнее. То, что сейчас это сделали, это своевременно сделали, безусловно. Вообще-то это надо было сделать в 2014 году. Ну, наверное, мы не были готовы. То есть страна не была готова к такому уровню санкций. Тогда мы были более чем готовы в военном отношении. Не готова была политическая элита, к сожалению. Политическая элита и экономическая ситуация. То есть мы тогда даже не могли себя прокормить. То есть вот все многолетние ошибки тогда, конечно, не дали возможность военным решить задачу, если бы она была поставлена. Константин Валентинович, можно ли предсказать... Вот вы сказали, что через несколько дней можем выйти на западные границы. Можем предсказать ориентировочно, когда горячая фаза операции будет завершена? Значит, ну, я скажу так. Сценарий этой операции, естественно, в общих чертах, ну, идеологию этой операции я прописал ещё в октябре прошлого года. В своих статьях о военно-промышленном курьере. И выступлениях у Норкина на НТВ. Да, Андрюша замечательный ведущий. Да, Андрей Владимирович сказал. Сегодня у меня в два часа у него там выступать буду. Ему от меня нижайший поклон и большой привет. Хорошо, спасибо. Так вот, значит, по моим оценкам, это должно было быть около месяца. Но я думаю, судя по тем темпам, которые сейчас наблюдаются, это будет значительно раньше. Ещё позволю себе такой вопрос. Та группировка, которая была сконцентрирована на границах ДНР и ЛНР, показывает, что это была группировка оборонительного типа? Или мы успели, ну, если угодно, их опередить на несколько дней, если на несколько часов перед началом активных наступательных действий с их стороны? Я не берусь судить нас насчёт активных наступательных действий, вот, но то, что это была там однозначно наступательная деятельность без оперовка, это без вопросов. Там имелось около 300 или даже 400 танков, там имелось около тысячи с лишним орудий, сквольные и активные артиллерии. Поэтому, да, они имели очень серьёзные оборонительные крепления в этом районе, и плюс там уже были находились уже в ситуации, вернее, имели оперативное построение для ведения крупномасштабного наступления. И потом самое главное другое. Понимаете? После того, как был заключён договор после признания ДНР и ЛНР как суверенными государствами со стороны России, вместо того, чтобы остановиться, как, например, это сделали грузины в 2008 году, после признания Абхазии и износителей, и не пытаться больше ставить провокации и стрельбы, вот они усилили ещё больше стрельбу. То есть это уже было прямое нападение на союзника России, с которым заключён военный договор о взаимопомощи. А значит, это было фактически прямое нападение на Россию. Поэтому... Но я хочу напомнить, что тогда же они умудрились ещё, то есть украинцы вторгнутся и на территорию Российской Федерации, когда нашим пограничникам и вооружённым силам пришлось уничтожить их ДРГ. И две машины, которые они бросили. Да, и плюс попал снаряд в реактивное артиллерие и разбил наш пост пограничный. То есть они уже начали прямое нападение на Россию, но главное не это. Главное там, что они начали массированные обстрелы, которые усилились. Что свидетельствовало, кстати, сказать о подготовке наступления. Кто сейчас воюет? Есть ли срочники в нашей армии? В нашей армии срочников нет, абсолютно точно. И в резервах, которые я говорил ещё в неволеет действия, тоже срочников нет. Я хочу напомнить, что в наших вооружённых силах где-то 70% контрактников. И наши части не проводили отмобилизования, наши части не проводили модуляционного развертывания, вооружённые силы не проводили модуляционного развертывания. Поэтому там нет срочников вообще. Эти басни по поводу того, что вот срочников направляют на границу, это полнейшая чушь. Я скажу ещё одно. Даже вот причина, по которой белорусская армия не вступает в боевые действия, заключается в том, что белорусская армия целиком призывная, поэтому там все части состоят из призывников. Поэтому их не вводят в действие. Понятно. Константин Валентинович, огромное вам спасибо. Большая честь общения с вами. Российский военно-общественный деятель, доктор военных наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан первого ранга Константин Валентинович Сивков был в нашем эфире.